В Армении усиливаются антироссийские настроения. Причиной новой волны недовольства стал ввод войск стран-участниц ОДКБ в Казахстан. В связи с этим группы людей провели митинг у здания правительства Армении. Они выступили с требованием о выводе армянского миротворческого контингента из Казахстана. Демонстранты утверждают, что военная организация показала свое истинное отношение к Еревану во время Второй Карабахской войны. Тогда Азербайджану была оказана дипломатическая и моральная поддержка со стороны стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности, заявили митингующие. Пашиням ведет себя аморально. Он забыл, что пришел к власти на волне митингов. А сейчас отправляет военнослужащих в другую страну для подавления протестов. Если честно, ВОДКБ нашего премьера вовсе не уважает. Он марионетка в руках других стран. Мы, армяне, уверены, что в данной ситуации Владимир Путин использует Никола Пашиняна. Мы против подобных действий в Москве. Нам не нужны такие союзники. Союзники, которые помогают, они не могут подразить. Путин не будет. Отметим, что 100 армянских миротворцев отправились в Казахстан. Данное решение руководства Армении вызвало волну и недовольство среди населения. Жители Армении выступают против оказания помощи Казахстану. Они призвали Никола Пашиняна вернуть войска. Об этом говорят результаты опросов, проведенных в Ереване. Это, конечно, решение нашего правительства. Но не надо забывать опросы рыбачанской политики Казахстана. По этой причине я против оказания помощи этой стране. Нашему руководству не следовало отправлять военнослужащих в Казахстан. В первую очередь, ВДКБ в свое время должны были помогать именно Армении. Мы сами не должны вмешиваться во внутренние дела других стран. Пусть лучше власти постараются вывести Армению из тяжелого положения и добиться какого-либо развития страны. Считаю неправильным решение нашего правительства. Почему? Потому что Назарбаев поздравил президента Азербайджана Ильха Малиева в победе в 44-дневной войне. И потом у нас нет армии, чтобы защитить собственные границы. Как можно в такой ситуации отправлять солдат в Казахстан? Почему наши военные должны помогать казахам и погибать из-за них в то время, как азербайджанские солдаты уже практически находятся в Ереване? Разве у нас настолько хорошее положение, что мы еще и должны помогать другим? Мы должны помогать друг другу. Думаю, правильно, что власти отправили наших солдат в Казахстан. Мы сейчас помогаем народу Казахстана. И то, что они ведут, как вы говорите, про азербайджанскую политику, это их личное дело и не имеют отношения к этому вопросу. Решение властей, считаю ошибкой и позором, это просто хулиганство. Как можно отправлять наших солдат в Казахстан? Мы все ограничены глупыми решениями наших властей. Пусть они подумают о нашей стране, которая просто гибнет. Меня удивляет то, что наши власти первыми побежали на помощь Казахам. Во время 44-дневной войны мы потеряли очень много молодых солдат. Однако в то время наши власти обманули всех нас и не обратились к членам ОДКБ за помощью. Я вообще не верю в ОДКБ. Это бесполезная структура. Больше верю в НАТО, чем в эту организацию. Во-первых, Казахстан – это мусульманская страна. А во-вторых, какое нам дело до их проблем? Мы проигравшая в войне страна. Как мы можем в такой ситуации послать армию в Казахстан? Что за глупость? Вообще у нас разве есть армия, чтобы отправлять другие страны в военных? Граждане Армении призвали Никола Пашиняна для начала стабилизовать ситуацию самой Армении, а затем уже помогать другим странам. Сам Пашинян никак не комментирует волну недовольства среди населения. Продолжение следует...